Начнем с темы, которая напрямую связана с сегодняшним днем и затрагивает интересы без преувеличения миллионов людей всех возрастов. Детей, родителей, бабушек, дедушек. Образование, за которое многие из нас должны платить не только официально. Все эти бесконечные поборы, требования сдать деньги на ремонт, на праздник, на помощь, уже даже в анекдотах надоели. Но из реальности никак не исчезнут. Когда украинцев перестанут учить коррупции еще с детства, выясняла Павлина Василенко. С успеваемостью мы закончили. Теперь пора перейти к благодарительным взносам фонд школы. Я же всех предупреждала о взносах. Это кадры социальной рекламы, но сценка очень жизненная. Да и в школьной реальности все бывает гораздо круче. О взносах не только предупреждают, их требуют и даже шантажируют. Без взносов иногда даже в школу не берут. Три года назад Татьяна выбирала школу для сынопервоклассника. Нашли ближайшую к дому. А оказалось, еще одну из самых дорогих. Там сразу предупредили. Нужно заплатить тысячу долларов. Зачисление детей происходило только после того, как родители сдавали квитанции администрации гимназии. Якобы на ремонты. Никто не отчитывался. Смет никто не видел. Не узнав, куда же пошли деньги, родители обратились вначале в районные органы образования, после в КМДА, а потом в полицию. И только с третьего раза правоохранители открыли уголовное производство. Следствие длится уже два года. А Татьяна перевела сына в другую школу. Давление было очень серьезное. И родители, которые подавали заявление, они были вынуждены убрать и забрать своих детей. А в школе, где учится сын Юрия, для поборов даже фонд есть благотворительный. Отец платил и вступительный взнос, и обязательное отчисление каждый месяц. Говорит, раскошеливался, пока не поинтересовался у директора. Куда идут деньги? Ведь по документам школьный фонд – частная собственность. Юрий обратился в полицию. Документы изъяли. Изъяли для проведения экспертизы экономической. Приватная власть. А мая будет власть? Какая законная? Ну, дело в том, что по закону мы можем создать публичный фонд, где будет коллективная собственность. Такой интерес Юрия к фонду имел последствия для его сына. И ребенку стали активно занижать оценки. Он пришел сюда круглым отличникам. Сертификат английского – С1. Где-то он его получил. На Мальте. Последний раз, когда мы здесь сдавали, мы поставили здесь 6. Довели его до истерики. Поборы – повсеместное явление почти во всех украинских школах. Большинство родителей молча платят, чтобы не навредить ребенку. А самые впечатляющие суммы взносов – в больших городах. На сегодняшний день это уже критичная масса. Есть люди, которые хотят понимать, на что они сдают деньги. Хочут понимать, что бюджетом предпочено, на что деньги выделены, на что им нужно сдать, или нужно вообще сдавать. У меня уже есть все. Хаба парту и стилет купить. У меня уже есть парта. И есть азбука. Есть еще и ремонт в их новом классе, который родители этих девочек буквально выбили у властей Трусковца. Ведь школа делать его отказывалась. И выдвинула ультиматум. Хотите, чтобы дети учились в нормальных условиях – сдавайте по 500 гривен. Родители первоклассов взбунтовались. В итоге деньги выделили. Класс отремонтировали. Но после этого часть класса расформировали. Но этот пример скорее исключение. Обычно все наоборот. Родительские бунты – явления единичные. А проследить, сколько денег действительно ушло по назначению, а сколько осело в карманах – крайне сложно. Ведь собирают взносы наличкой и без должной учетности. Десь деньги действительно идут на ремонт, на полепшение материально-технической базы. А где они исчезают. И исчезают благодейные фонды. Так у нас в однишней школе было три благодейных фонда, и они исчезли. Реформа образования, кроме всего прочего, также предполагает, что школы будут обязаны отчитываться за потраченный бюджет. Или родительские деньги. Хотя переломают ли это многолетнюю постсоветскую традицию – не подмажешь, не поедешь – большой вопрос. Павлина Василенко, Галина Якушко, Сергей Келивник, Юрий Голубенко. Подробности недели. Телеканал «Интер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова